Так, всем привет! Сегодня делаем обзор вот на этот, я бы сказал, блин, шедевр. Я просмотрю, уже и улыбаюсь. Слава Сея, полный сантехник. Что здесь можно рассказать? Сначала про книжку, да? Вот такая вот она толстая. Здесь глянцевые, получается, буквы. Глянцевая вот такая вот обложка. Рет здесь код, телевизор. И с обратной стороны тоже здесь. Вот, здесь матовая. По бокам тоже глянцевая здесь. Слава Сея, название. Что могу сказать? Это, блин, круто. Я вообще смотрел психолога, там, Михаил Лобковский, и вот он общался с девушкой по поводу книг. И он вот порекомендовал как раз вот этого автора. То есть, как я понял, это автор из Прибалтики. Не помню, не обидятся на меня люди, там, Литва или Латвия, из какой-то страны. В общем, как я понял, был дядечка, который был сантехником, и потом начал писать книги. И из-за пандемии, к сожалению, его не стало. Смысл в том, что этот человек писал очень круто. Я не знал это заранее. Я только вот в этом году увидел. Ну да, в этом. Вот. Из-за пандемии, как бы, его не стало. Поэтому эти книжки идут в ограниченном формате. Новые, как бы, собственно, не выпускаются. И есть там ограниченные разные серии. По сути, здесь это как сборник. Сантехник, это его жена. Сейчас покажу. Вот. Здесь, получается, три книги в одном. Сантехник, его жена, код, другие подробности. Сантехник, твоё, моё колено. И последний сантехник. То есть, по сути, здесь три части, можно сказать. Ну и реально они дробятся. Первая часть, наверное, вот где-то вот так вот идёт. Короткие такие вот рассказы. Вот, например, на одну страницу, на вторую, на третью. Приятно. Такой шрифт. Прикольная анимация такая. И здесь страница. Ну, чуть-чуть просвечивает, если посмотреть. Но это вообще ни в коем случае вообще не напрягает. То есть, когда читаешь, это не замечаешь. Плюс очень легко читается. Ты вот, например, сел там, с утра прочитал одну историю, вторую историю. Посмеялся, поржал. Очень круто зарядился хорошим там настроением позитивным. И, в общем, психолог сказал, что вот это вот книжка. Когда приходишь в магазин, говоришь, хочу что-то позитивного. Вот, слава сай, это позитивно. Для поднятия настроения. Окей. Здесь, получается, идёт... Так, так, так. И где? Твою мою колено. Ну, в общем, наверное, вот так вот, 30% это идёт. Вот так вот, наверное, даже покажу сейчас. Вот эта часть, это первая книжка. То есть, здесь короткие такие истории. Идёт потом вторая часть. Вот здесь это основная история. То есть, здесь прям целый такой связанный сюжет. Очень прикольный, очень смешной. Ну, чуть позже расскажу. И третья часть, это опять идут такие вот короткие истории. Ну, чуть они, может, подлиннее. Может, там, на полторы, на две страницы. Ну, то есть, в таком вот формате сделано. То есть, здесь с пятой по двухсотую, с двухсотой по трехсот пятидесятую страницу. 462 страницы. Ну, вот эту книжку можно читать вообще для поднятия настроения, короткими такими моментами. Очень круто. Это прям была любовь с первой строчки, я бы сказал. То есть, тут вот открываешь, и, блин, он так пишет, что дворник Виталий по прозвищу Сиреневый Туман всегда ходит с лопатой. В общем, блин, очень смешно. Угараны такие рисуночки. И он очень классно пишет. То есть, такие метафоры вообще подачи. Ну, то есть, если хочешь почитать, что-то необычное и смешное, вот это вот, оно того стоит. Я потом читал, что кто-то рассказывал, в блоке какие-то писал. Был блок у человека, и там были какие-то свои истории. Ну, вот это я взял прям книжку. Они, в принципе, достаточно дорогие и редкие. И вот в начале вот эти короткие истории прям читаешь, что-то смеешься. Ты думаешь, блин, какие могут проходить истории? Как можно было так додуматься? Немножко, наверное, вот сейчас уже анализирую. Я, наверное, думаю, может быть, немножко похоже на Задорнова. То есть, он там короткие какие-то моменты, смешные истории рассказывает. То есть, просто посмеяться, это вообще угар. Потом вторая история. Тоже очень круто, классный сюжет. Ты читаешь, блин, так смешно. Такие герои, вот эти вот, как сейчас говорят, арки прописаны. То есть, у него реально продуманный какой-то сюжет. И в конце очень офигенная там неожиданная концовка. И ты думаешь, блин, он как бы вот писал-писал. И вот так вот додумал вот эту концовку. Ну, как бы по ходу сюжета. И вот так вот повернул сюжет. То есть, ты читаешь и до конца не понимаешь, чем вообще это закончится история. Ну, я имею в виду про основной сюжет. А потом думаешь, блин, а может быть, он в самом начале такое задумал. И это же, блин, гениально. То есть, придумать такую историю. Все это как бы расписать вот по этим главам, да, уложить там страницы. В общем, это, блин, очень классно. И плюс какие-то короткие истории с таким здоровым чувством юмора. Я прям смеялся. Слух. Очень много всего там, блин, угарного. И такой, и детский юмор смешно написано. Ну, это как бы книжка для взрослых. Но, блин, смешно. Какие-то сленговые слова употребляют. То есть, не то, что такая литература. Ну, вот, короче, современный автор, который пишет позитивно. Который мне вот очень понравился. И, наверное, сильно отличается от всех других. То есть, ты когда уже читаешь книжку, какой-то текст дадут, ты уже поймешь, что это он. Вот, Джель, конечно, больше там произведений не делается. Ну, в общем, если говорить про книгу. Книга огонь. Стоит почитать всем. Плюс они бывают отдельными, отдельными книгами. То есть, вот, что мне больше всего понравилось. Сантехник. Его жена, кот и другие подробности. Это вот очень классно, с чего начинается. Самые первые части. Это короткие рассказы. Вот, я, наверное, с них начал. Во-первых, короткие быстро читаются легко. Хорошо заходят. Как такие маленькие шуточки. Ну, либо там смешные истории. Второе, это вот Сантехник. Твоё, моё колено. Это основной такой сюжет. Если бы я начал, наверное, читать какой-то основной сюжет, наверное, это было бы что-то, ну, типа как стандартно. Открываешь книжку, читаешь, там есть какая-то законченная история. Тогда, наверное, ну, было бы круто, было бы смешно. Ну, это было бы, наверное, ну, как бы немножко банально, я бы сказал. А тут ты начинаешь читать, и вот эти короткие истории по одной-две странице просто поржать, это, блин, классно. И потом, когда, например, начинается там основной сюжет, они там едут и проезжают, допустим, там город, и километр отсчитывается в обратную сторону, там тысяча километров, там 900-800. И там тоже как короткие истории, там город-короткая история, город-заметка и так далее. Ну, в общем, прослеживается вот эта нить между рассказами. Если бы я начал, говорю, с основной истории, наверное, бы ты тоже поржал, и вторые вот эти вот короткие моменты было бы прикольно. Но здесь мне понравилось, что вот так вот она, наверное, сбалансирована книжка, очень удобный, в принципе, ну, размер. Вот, да, не очень большой. Прикольно читать, и то, что сначала короткие, так как бы вчитываешься, смеешься, повышаешь там себе настроение, эндорфин и так далее. Тебе нравится, как бы он подает информацию. В общем, это все легко читается. Потом второе, он тебе дает более такой серьезное, то есть произведение, там, с цельным сюжетом, там, больше героев. Ну, вчитываешься, то есть ты держишь это в голове, и как бы идет там развитие сюжета. Тоже, блин, очень прикольно. Думаю, блин, как такое очень могло произойти, или там только с этим человеком могло это произойти. Ну, в общем, блин, прикольная история, очень смешная. И в конце тоже вот такие маленькие короткие истории. Поэтому это вот так вот, наверное, сбалансировано. Я прям очень рад, что книжку купил, потом поделюсь там своим почитать. Вот это вот клево. Поэтому, если найдете, почитайте. Еще второй у меня там маленький опера, но я ее пока читаю, потом напишу, запишу отзыв. В общем, слава сэ, это такое открытие, это хорошее настроение. Поэтому рекомендую почитать, если просто хотите что-то позитивное, вот это вот самое то.